АПЛОДИСМЕНТЫ 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 О чём бы вы хотели поговорить? Так и думал. Ну, это правильно. В вашем возрасте это и должно волновать. Ну, вам лекцию прочитать? Хорошо. А семья же это Богом данная реальность. Мужчину и женщину сотворил их. Ибо нехорошо человеку быть одному. Вот. Что человеку хорошо быть внутри семьи. А это из чего исходит? Из образа и подобия человека. Подобие и рассуждение о том, что оно человеком утрачено, и только некоторыми людьми, которых мы именуем преподобными, они восстанавливают себе подобие Божие и живут как ангелы. А образ? В чём образ Божий в человеке? Ответ очень простой, лежит на поверхности. В три ипостасном существе. Бог – святая троица и человек – тварная троица. Мужская ипостась, женская и детская. Три единства. По существу и младенец, и старец – это человек. Мы даже настаиваем на том, что и только получившееся из слияния двух клеток зигота – это уже человек. Вот это и есть образ Божий. Поэтому это не то, что люди где-то у костра собрались, а давайте-ка, братцы, семью организуем. Организовали протокол, подпись, печать, число, и образовался институт семьи. Нет. Вот эта данность, она существует не только у людей, у млекопитающих в тех или иных формах, но даже у насекомых мы видим. У пчёл, например, есть матка, есть рабочие пчёлы, есть трутни. Вот очень, так сказать, интересно. И вот у подавляющего большинства именно живых существ вот эта троечность наблюдается. Хотя в природе существуют механизмы размножения, например, деления. Все в школе проходят амёбу. Как одноклеточные, они делятся, ядро пополам, получаются две амёбы. Почему Бог так не сделал? Простой способ. Зачем такая сложность, троечность? Особенно сложность у людей. Дуэли, сонеты, разводы. То есть всякие там ухаживания, отвержения, измены. Был бы. Родился, до 15 лет пожил, разделился, двое стало. И не надо тебе ни зависти никакой. Все были бы совершенно одинаковые. А так, вот, небольшой зал и нет ни одного одинакого лица. Голова кружится, все разные. Вот, поэтому это очень важно нам, особенно в нашу эпоху, понимать. Поэтому все силы ада, которые действуют так же, как и Господь, через людей, острие их удара на человека, а сатана извично противник человека, противник Бога, человека ненавистник из кони, как свидетельствует Писание, он свои силы направляет на семью. И за последние сто лет очень далеко продвинулся у нас очень много вещей. Он само такое существо нетворческое, дьявол, поэтому он может только обезьянничать. Что дало одного философу возможность сказать, что дьявол – это обезьяна Бога. И вот так же он приводит семью, вот это Богом данное нам состояние, трипостасное, в свою профанацию. И используя современный термин, я теперь, наверное, долго буду использовать, суррогатный брак, потому что суррогат – это, значит, заменитель. И вот очень многие люди, их миллионы, они идут по пути вообще превращения всей настоящей подлинной жизни, и христианской в том числе, в суррогат. Вот об этом можем тоже немножко поговорить. Суррогатная водка, суррогатное материнство, суррогатная любовь, суррогатные слова – это все время заменители. И суррогатная семья – то же самое. Ее так аккуратно стали называть гражданский брак, что ну никак не соответствует истине, потому что гражданский брак – это вот пошел, записался в ЗАГСы с женщиной. Вот это гражданский брак. А тут, когда просто два человечка соединяются, как два кошечки, две кошечки или две собачки, то это не является браком, а просто со – жительство, совместная жизнь. И поэтому вот для чего сатана обрушится на семью? Чтоб человек утратил не только подобие Божие, но и его образ. Что это значит? Это значит, что человек перестанет быть человеком. Расчеловечивание. Когда поступки людей превысили возможности терпения Божия, как вы читали, был всемирный поток. После этого были десятки, сотни, тысячи воин, которых убивали людей. В последнюю мировую войну убито 50 миллионов человек. Люди опять рождаются, численность восстанавливается и постоянно растет и растет. Не получается у дьявола. И вот такая у него затея именно в Европе, в христианских народах. Потому что понятно, что интереснее ему. Давно замечено, как на монашествующих больше дьявол обрушивается, так как это есть боевой авангард такой церковной жизни. Это гвардия церкви. И тут то же самое. Погубить в духовном плане прежде всего христианские народы, потому что они Христу принадлежат. Те люди, которые исповедуют поклонение Кали матери или Ганеши или каким-то другим языческим богам, они как-то уже в порядке. Потому что они поклоняются бесам. Это как бы свои. У них пусть будет и семья, и что угодно, это как бы не играет роль. Пусть они будут и приветливые, и не злые, и хорошие у них успехи в шахматах, в математике. Главное, что они поклоняются бесам. А вот христианские народы – это другое совсем дело, у которых сохраняются какие-то отношения со Христом Иисусом, Господом нашим. Это неплохо бы разрушить и превратить это в суррогат. Поэтому все вот эти вещи с пропагандой гомосексуализма, причем такой наглый, оголтелый и, я бы сказал, даже фашистский. Потому что даже темно такой возник – гомофашизм. Потому что при всех разговорах о демократии, о свободе, о толерантности, те люди, которые на этой стороне находятся, они совсем не толерантны, они не терпят никаких свободы другого мнения. И сейчас уже дошло до того, что в Европе, если священник цитирует Библию в храме по поводу этих вещей, читает отрывок про Содом и Гоморру, он может просто сесть в тюрьму. Нам это трудно представить, потому что мы живем сейчас пока в самой свободной стороне мира. Если какой-то человек скажет, ну а как же вот монашство, а как же есть люди, которые не вступают в брак, мы можем привести даже великих людей, и это что значит, они в каком-то смысле неполноценные, что ли, или они противятся воле Божией? Нет, Христос сказал, что это кто может вместить, потому что ради подвига, когда человек для того, чтобы быть ближе к Богу и вести свою жизнь такую, которую можно назвать равноангельской, то есть он остается в человеческом теле, ангел – существо бесплотное, но жизнь ведет, как ангел. В чем же эта равность? В непрестанной молитве. Потому что у ангелов только одно и есть занятие. Они непрестанно находятся в прославлении Бога, что есть молитва. Им не надо не заботиться ни о еде, ни об одежде. И определенная часть людей микроскопическая. Они настолько вот сердцем своим возлюбили Христа, что готовы и свое имущество отставить, и отставить то счастье, которое бывает в семейной жизни, а вот сердцем устремляется исключительно к молитве. Господь не отвергает. Вот и сам великий апостол Павел говорит, что тот, кто уступает брату, будет иметь скорби по плоти, лучше оставайтесь, как я. Он жил в детстве, а служение поставил на служение Богу. Все занимался исключительно церковными вопросами, и жизнь за это отдал. Это очень даже и приветствуется, но это удел не всех, а некоторых избранников Божьих. Некоторых. Таких число очень небольшое. Иоанн Златоуст, Василий Великий, большинство из апостолов и так далее. А для людей таких обычных, семья и брак, это весьма честное такое дело. И созидать семью нужно, как домашнюю церковь, где мужская ипостась занимает место священника, женская, во всем помощник ему, это дьяконское служение, а дети – это вот тот народ Божий в том небольшом количестве, сколько они сумеют вместе родить, для упражнения в проповеди Божьей, в молитве и в созидании всей жизни. Ну, если есть какие-то вопросы, я к Вашему услугу. У меня вопрос, как выбрать матушку. Достаточно ли просто выбрать хорошую девушку и потом стерпиться, слюбиться? Или все-таки надо там нечто большее влюбиться, или уже действительно полюбить? Вопрос, конечно, странный. Потому что, когда человек покупает ботинки, он их меряет. Когда вы выбираете автомобиль, он советуется обязательно с приятелями, а прежде обычно такой же автомобиль где-то видел. И его исследуют, покупают журналы, смотрят в интернете, какие отзывы. А матушка, значит, ну просто хорошая, просто понравилась, а там стерпится, слюбится. Если мы покупаем вещь на три, на четыре года, то, значит, мы копаемся, думаем. А если на всю жизнь, да еще живой человек, которого как исправишь, это, значит, может и так. Нет. Это надо очень серьезно понимать, что выбор супруги – это самое важное дело в жизни. Вот самое. Даже выбор института, куда поступаешь, это менее важно. Я вот помню, после школы поступал сразу в три. В два поступил, потом в одном остался, и что? Бросил. Потом перешел в четвертый. И ничего. Все это время я был женат, а жена все до сих пор 42 года вместе. Это самое важное. Поэтому к этому нужно отнестись. Конечно, девушка должна ей понравиться, потому что нужно, чтобы к ней как-то сердце склонилось. это очень важная вещь. Это очень важная вещь. Хотя, действительно, ты женишься на девушке, а через неделю, когда ты уж поженился, перед тобой уже не девушка, а женщина. А это другое совершенно существо. С другой психологией. Может быть, характер изменится, но какая-то что-то в ней и останется от той предыдущей. Поэтому это нужно тут и даже некоторый такой научный подход проявлять. Нужно обязательно внимательно изучить ее родителей. Обязательно должен быть домашний совет старцев. Когда родители знакомятся, они говорят, что им понравилось, что нет. Потому что они жизнь прожили более наблюдательно, чем люди молодые, которые сразу загораются желаниями. Влюбленность возникает. Всемирная организация здравоохранения в этом году влюбленность поставила в разряд болезней. Потому что наряду сдвиги психические человек плохо начинает соображать, анализировать, у него увеличивается потливость, плохой сон. Это все симптомы болезни. Поэтому руководство влюбленности это никак нельзя. То есть она должна быть и присутствовать, но должна быть под контролем. Вот разум должен обязательно превалировать. Вера, кто духовник, обязательно этот вопрос нужно изучать. И как-то вот все должно быть по совету. Посмотреть на других братьев и сестер, если такие есть. Посмотреть на общение, на подруг. Потому что вы представьте себе, вот у нее такая подруга, вам совершенно не нравится. А вы женитесь, а она будет приходить к вам в гости. Так обычно бывает, что друзья и подруги отпадают. Появляются новые. Потому что одни подруги у девушки не замужние, а другие подруги уже замужние женщины. Это все немножко по-другому. А бывает, что и нет. То есть надо вот это все обязательно, все так в своем сердце и в голове проработать. На это уходит не меньше года. Это самая минимальная часть. А лучше бы и два. И тот, и отец Иоанн Крестьянкин, такой многоопытный старец, он так советовал. Поэтому вот нужно обязательно к этому подходить. Очень и очень внимательно и серьезно. Спешить не надо. Кто бы не подгонял, даже наше семинарское начальство. Ну давай определяйся, либо руку полагать, либо что. Вы решайте свою судьбу. Своё счастье или несчастье. Участили случаи, я знаю два, когда матушки бросили своих батюшек и вышли замуж за других. И что ему в 25 лет делать. То есть искалечена вся жизнь. Так что вот от этого берегитесь. Не хотелось бы, чтобы вы калечили свою жизнь. А сейчас современные девушки, конечно, пропитаны суррогатным браком, всякими этими инфекциями, которые в обществе витают через телевидение. Потому что если раньше учителями, народом были святые и духовные старцы, если чуть попозже, с 19 века, это великая русская литература, то кто сейчас учителя нашего народа? Лолита Милявская, Ксения Савчак и эта самая ещё, как её зовут, Анфиса Чехова. Вот они обучают наш народ и отношения к противоположному полу, и браку, и ко всем остальным вещам. Они выступают, они рассказывают, как надо, они говорят, я считаю. Им подражают миллионы. Поэтому вполне возможно, что ваша избранница, она под их каким-то обаянием полностью или частично находится трагедикой. Потому что весь стереотип мышления этих трёх женщин, оно, конечно, очень ядовито. Я с Дмитрием, вы не говорите, приучасшиваете в Северном публичном форуме диалог цивилизации и новостной родности. Вот такой вопрос, как вам показалось, ваш опыт вам что сказал? Про православное присутствие на этом форуме было сильно, достаточно, какие-то итоги реально, помимо словес, есть, будут или как-то в вашем восприятии? Ну, это трудно сказать. Само присутствие вообще, ну, в любой такой общественной деятельности православных это очень важно. Потому что сейчас, ну, вот в связи с тем, что Россия осталась единственной страной, которая противостоит разрушению семьи, и президент так удачно выступил, вот, и в Сирии, и против, вот, пропаганды гомосексуализма, все здоровые христианские силы в мире повернули голову в сторону России. То есть вся пропаганда, на которой антироссийская, на которой страчены триллионы рублей, то есть долларов, она оказалась впустую. Поэтому, чем чаще православные будут присутствовать на разного рода собраниях такого рода, то это, конечно, полезно. Потому что люди будут и изучать православие, и читать, что мы говорим, и общаться, и увидят, что мы совсем не те, которыми нас рисуют журналисты. Это очень полезно, потому что сейчас есть реальный шанс, реальный совершенно шанс у России стать вообще лидером номер один. И лидером гораздо более важным, чем экономически, духовным лидером. Что правда за Россией. Потому что, ну, понятно, что и на Западе, в Европе, в Америке, ну, и в Латинской Америке тоже, гораздо больше людей нормальных. Вот, потому что педерастов там десятая часть доли процента. Просто микроскопически. Невидная с Луны часть. Вот. Но так как за ними деньги, они очень много создают шуму. Вот. И если все общество вот так вот, оно может выстроиться вслед за Россией. И это гораздо важнее, чем быть самой крупной экономикой. Потому что для людей деньги играют роль, но все-таки их вот отношение к семье, к Богу, к церкви, для очень многих людей, больше половины, играет большее значение. Поэтому вот в этом контексте это мероприятие, ну, такое, собственно, обычное, ну, приехали, поговорили, оно играет, конечно, существенную роль. Вот. Но это больше зависит от тех, от продвижения тех в коммунике, которые создали в результате. Ну, так как там не только русские, там еще очень много из 60 стран народа, то это будет, я думаю, продвигаться. Свою небольшую роль обязательно сыграет. Подразумевает ли троечное семейное богословие, что мужчин и женщин на земле одинаковое количество, и что каждому Адаму своя вела? Ну, существует, как бы, такое мнение, но оно, это такое, ну, как бы, народное. Ну, как мы называем вход Господний в Иерусалим в верном воскресенье. Что, дескать, ну, заранее там все просчитано, у каждого своя. Где там в Гватемале живет ваша избранница, вам надо ее найти. Но это из области конек-горбунок. Надо, конечно, уже из этого вырастать. Да, примерно мужчин и женщин одинаково. Вот, но мы знаем, вот такой феномен, это любой, вам скажет, демограф, ну, после войны больше рождается мальчик. То есть мы видим, что сам Господь как-то это регулирует. Вот, но мы не должны этим быть озабочены. Сколько, как мужчина должен быть настоящим рыцарем. Тогда он любую женщину выберет себе и любую покорит. Любую. И будет так ей мил и люб, что она выберет именно его. Нам нужно думать о том, чтобы быть настоящим мужчиной. Тогда никакая женщина не устоит. Расскажу вам один случай. Однажды глава комитета по женским вопросам меня пригласила выступить в Думе по поводу того, что собрались депутаты женщины стран СНГ со всего пространства. Передо мной Владимир Вольфович выступал. Я за ним. И было краткое такое у меня выступление на 15. А в конце я сказал, что вот, дорогие женщины, глядя на вас, видно, что вроде бы вы достигли всего того, о чем женщина может мечтать. Вы все в золото, в драгоценных камнях. Меньше, чем сапфиры и изумруда на вас не видать. Вы в дорогих платьях. Прекрасная обувь. Вы все шикарно причесаны. Каждая прическа стоит изрядных денег. Вы сейчас в Москве, в зале Федерального собрания Нижней палаты. Все у вас как бы хорошо. Но представим себе, что сегодня вечером к подъезду к гостинице на белом коне подъедет настоящий рыцарь. И скажет, милая, выходи, брось всю эту мишуру. Поехали со мной. Я тебе предлагаю руку и сердце. И я уверен, что любая из вас поедет с ним. И вы знаете, зал застанал. Да. Потому что женщине, несмотря на любые успехи, а все-таки туда попасть, это как вершина карьеры. И по деньгам, по всему. Женщине нужен муж. Ну, кроме тех, которые выбрали монашество. Причем из тех, кто выбрал монашество, если это выбор невынужденный, ну там никто не берет, ну пойду в монахи. Нет. А я имею в виду тех, которые любят молитву. То понятно, муж, семья, хорошие, которые будут любить, которые будут защитник, которые не жадные, которые будут благородные, которые не будут обижать, которые будут на руках носить. Но какая женщина против этого устоит? Женщине никак не важно, там он красивый или не очень, физически сильный, как Валуев, или обыкновенный средний парень. Быстро он ездит на велосипеде, не быстро. Главное, чтобы он ее любил. Вот. И любая пойдет, любая. Я это могу. Если ее, конечно, сердце не занято. Если уже кто-то вас обогнал, да и то отбить можно. Если только как за это дело взяться. Если уже очень понравилось, то и это возможно. Вот. Поэтому это очень важно осознавать. А тем более вот там женщины были уже такие не юные, от 40 лет и старше, они уже понимают, что такое жизнь. Вот. И тоже понимают, какие в жизни есть ценности. Вот. Потому что очень часто, особенно с молодым, человек стремится к внешнему. А когда вторая часть жизни начинается, он понимает, что все, к чему он стремился, это, в общем, чепуха. Есть вещи поважнее, и поинтереснее, и поглубже, и покрасивее, и спасительнее, и так далее. Нам на уроке психологи, педагогики говорили, что любовь возникает только, ну, не раньше, чем 15 лет совместной уже жизни со своим супругом, супругой. То есть, я хотел спросить, что нам при выборе супруги руководства только холодным расчетом нужно, не принимать во внимание чувства, вот, любовь, там, еще что-то такое. Вы рассуждаете, соответственно, вашему возрасту. Либо черное, либо белое. Если расчет, то холодный. А чем холодный? Тепленький. Вот прямо вот холодный. Минус 273 по Цельсию, ноль по Кельвину. Чтобы такой, чтобы уже даже молекулярное движение остановилось. Вот такой холодный расчет. У вас не получится никакого холодного расчета. Не надейтесь, потому что у вас все кипит и бурлит близко к 100 градусам. Вот, поэтому насчет этого не волнуйтесь. Комнатная должна быть температура. Даже еще чуть потеплее. Вот. Про любовь. Точно подписываясь под словами ваших психологов, мои наблюдения за жизнью и за супружескими парами, я бы даже сказал, после 20 лет. Ну, может, я такой медлительный. Дело в том, что любовь, она тоже как семя. Вот я когда женился, я был уже умудренный опытом человек, мне было уже 19 лет. Мы провожали в армию одного нашего товарища. И она, и я. Но мы друг друга не знали. И вот мы там с его друзьями, там родители были, уже там за полночь, и танцевали. И вот мне эта девушка понравилась. Но я очень долго размышлял. И в эту же ночь сделал ей предложение стать моей женой. Она, понятное дело, растерялась и сказала, что она так быстро не может. Ну, месяц думала. Потом согласилась. И вот так все, как все говорят, повезло. Потому что обычно такие браки, они разваливаются. Такие скоропалительные. Я не могу тут являться примером никак. Но наблюдая даже наши отношения, которые вот сейчас, я считаю, что они как-то идеальные были. А, конечно, они претерпевали разные стадии. И дело в том, что брак – это и есть школа любви. Богу угодно, чтобы люди, которые связаны вот такими чувствами, сначала молодыми, потом совместным делом по воспитанию детей, хорошо бы у них были общие интересы. Ну, вот как-то всегда хорошо, когда вот батюшка служит, матушка на клирусе, или еще в церкви какой-то несет послушание. Они это все обсуждают, смотрят, как лучше сделать и так далее. Ну, вот какая-то совместная жизнь. Участвуют в этом процессе. Вот. И любовь, она растет. То, что молодой человек испытывает к своей избраннице, но это еще не любовь. Потому что любовь, как я уже неоднократно говорил, она имеет единицу измерения. Вот. В чем измеряется любовь? Она измеряется в литрах крови. Сколько ты готов сегодня, всю секунду отдать литров крови за свою жену? Максимальная любовь – это 6 литров. То есть, вся кровь готов отдать. По первой нужде. Когда готов отдать кровь, там почку, легкая, половину печени, а если надо всю, вот это любовь. Христианская эмоция. Потому что, может быть, любовь не христианская. Ведь никто же, очень много людей любят свою собаку, когда она умирает, плачут, очень там, погоду не могут ее забыть. У меня одна, моя прихожанка, она даже молится о своей умершей руке. Вот. И она говорит, я все понимаю, собаке нет бессмертной души. Ну, она вот так по ней скучает. Так сказать, вот что тут сделаешь. Но ни один человек на земле, как бы он собаку не любил, он не отдаст ей свою почку. Вот тебе и все. Вот и вся любовь. Поэтому в этой привязанности к собаке больше, конечно, любви к себе. Вот. А когда человек готов отдать кровь, это уже любовь к тому, кого ты любишь. И вот это понятно. Ну, вот очень часто такое явление, когда женщина вдруг родит какого-то болящего ребеночка, то муж ее бросает. А где же твоя любовь? А вот малейшая трудность, и он уже как-то не хочет. Лучше я найду другую, зачем? То есть, значит, любви, собственно, не будет. Вместо того, чтобы ее поддержать, поддержать, потому что для нее, для матери, это еще больше переживаний, для отца. Очень много потребуется. Хлопот с больным маленьким человеком. Вот. И, тем не менее, значит, нет любви. Это очень печально. Ну, так как Господь говорил, по преумножению беззакония во многих охладеет любовь. Ну, мы крещенные люди, в нас любовь должна возрастать. И лучший способ для того, чтобы стать христианином, это есть семья. Потому что в семье нужно постоянно жертвовать собой. Понемножечку, а потом дойдет и до 6 литров крови. В этом году, в начале или год уже назад по телевизору показали двух людей, англичан. По-моему, ему 120, а ей 118. Такая молодая супружеская пара. Прожили вместе 100 лет. Их даже королева каждый год поздравляет. Вот. И там у него спрашивают и переводят на русский язык. Как вам удалось прожить в мире и согласии такой большой срок? Ну, очень просто. Что бы она ни сказала, я всегда отвечал, хорошо, дорогая. Вот это настоящая любовь. И вот Господь им подал и долголетие, и они с такой любовью, действительно, настоящие, друг на друга смотрят, что можно за них пораться. Они не собачатся. Он ей готов всегда во всем уступить. Замечательно. Настоящий рыцарь. Так относится к своей прекрасной даме. Как раз по-христиански. Можно? Можно. Вы с какого курса? Я. Я для вас очень древнего курса. Я преподаватель здесь с самого начала в основе семьи лежит терпение и послушание. Сейчас в школах наших детях как раз воспитывается совершенно неудобно. Что делать с нашим будущим поколением? Молодой человек, он нетерпелив. Ну и, конечно, непослушлив. Потому что он считает, что он сам лучше знает. Потому что он молодой. а раз молодой, значит, гордый и глупый. И это проявляется вот в таких а если у молодых людей послушание, да еще терпение, извините, это либо уже старичок, либо что-то чем-то более. Вот. Поэтому вот вы сказали «любовь, а как же послушание?» Дело в том, что по Священному Писанию любовь это есть совокупность всех совершенств. Если у человека нет терпения, нет послушания, то любви быть не может. А если есть любовь, так это все уже есть. Любовь это крыша здания. А фундамент его есть терпение. Поэтому если мы хотим достичь любви вот через 15 или 20 лет, то нужно 15-20 лет терпеть. Тогда что-то получится. Поэтому это все одно без другого не бывает. От того, какая поставлена перед собой задача. Предполагается, что раз я пришел в семинарию, здесь люди собрались христиане. А лучше даже так сказать, те люди, которые хотят быть христианами. Раз так, тогда мы исходим из этого. Как проявляется христианин? Элементарно. Подходишь и бьешь его по правой щеке. Если подставляет левую, не задумываясь, да еще с улыбкой, то значит христианин. Нет, извини, браток, мало каши ел. Надо еще какое-то количество лет поупражняться в терпении. Если человек осознает себя христианином и хочет достигнуть царства небесное, ему все потуги нашего жалкого министерства образования, они на него не повлияют. религиозный фактор он самый сильный по своей мотивации. Вот я когда был маленький, я ходил в детский сад на пятидневку. Пять дней без папы и без мамы в каждой группе висел портрет дедушки Ленина. Вот эта лысая крокодильская морда. И что, меня сделали ленинцем, что ли? Да никогда в жизни. Плевать я на нее и хотел, и хочу, и плюю. Понимаете, ничего не помогло. Потом октябряты, пионеры, все, и что их пропаганда? Да ничего. Она через голову перекатывалась и уплывала. Потому что была вера в Бога. Я, например, когда посещаю семинарии, полон оптимизма. Что не я один когда-то там 30 с лишним лет назад в семинарии поступил. Вот еще уже мои внуки поступают. Мне это очень как-то отрадно. Тем более в Европе, вот в Швеции за год ни одного заявления о принятии в семинарии. Ни одного. А у нас сколько народу. Так что замечательно. Пока живем. Все? Иссякли? Ну ладно. ЛОС- ЛОС- ЛОС-